Уважаемый Арман Ахматович, уважаемые коллеги, мы сегодня в Грозном столице Чеченской Республики собрались, чтобы подвести итоги работы Следственного управления Северо-Кавказского федерального округа по итогам 2022 года. Хотел бы сказать огромное спасибо за гостеприимство на чеченской земле. Я лично здесь не был достаточно давно, когда прозвучало предложение провести совещание здесь, поддержал его. Но в целом нужно отметить, что в 2022 году в Северо-Кавказском федеральном округе сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. К сожалению, велико число жалоб, которые направляются в центральный аппарат. Я бы почувствовал, что по Чеченской Республике таких жалоб практически нет. Это объективная ситуация. Поэтому всем остальным субъектам Российской Федерации в Орге надо брать в этом плане в качестве примера Чеченскую Республику. А сейчас я бы просил выступить с отчетом наших товарищей по управлениям. И давайте начнем с хозяев, с управления Почеченской Республики. В республике нет убийств, нет столько изнасилований и других тяжких преступлений. Нет также таких фактов хищения по несовершеннолетним. Каждый год примерно с 2018 года на 25% снижается количество тяжких, особенно тяжких преступлений. Главное, что мне приятно отметить, это то, что многие проблемы решаются на местах. Особое внимание, конечно, уделить частникам специальной военной операции. Всеми. Мы знаем, что представители Чеченской Республики активно участвуют в специальной военной операции. Здесь создан университет спецназа, который известен по всей стране. Идет активная подготовка на высоком профессиональном уровне добровольства. У нас в этом направлении абсолютно нет проблем. Наоборот, к нам приезжает со всей России, мы полностью обучаем, одеваем. Все, что необходимо, даем финансовую поддержку и направляем еще. Плюс, сейчас мы помогли из фонда всем погибшим, которые выделили из фонда. Больше 300 миллионов. Каждая семья получила по 100 тысяч рублей. И это тоже, я думаю, хорошая поддержка для... Я предлагаю немножко изменить рекламу. Значит, сейчас произвести награждение. Приказ председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерала юстиции Российской Федерации, Бастрыкина Александр Ивановича, медалью за заслуги награждается Глава Чеченской Республики, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Кадыров Рамзан Ахматович. Показ главы Чеченской Республики граждается орденом Кадырова, Бастрыкин Александр Иванович. А вам, дорогие коллеги, успехов в построении вашей республики. Мы наблюдаем за вами всеми возможными путями. Я вам уже, Роман, хочу сказать, сказал, что вечером очень часто канал Розен смотрю, как вы любите вперед в экономике, в социальных вопросах, в жилье, культурные учреждения будут со строй. Очень доброжелательные, открытые люди здесь безопасны. Так держать. И поддерживать вашего руководителя, нашего первого товарища. За то, что вы делаете дома на территории своего дома. Мы надеемся, что и там будут наказаны. Спасибо вам большое. Это будет за нами. Не сомневаемся. Спасибо. Спасибо.